Девушки отдыхают А что у меня остается? Моя жена перед теми там загаляется Муравьи все поискусали, вот тебе весь скрипит Когда под одежду забрались муравьи, тут уж не до соблюдения приличий Особенно если их там сотни И получается полная неразбериха Муж орет, грибники глазеют, а муравьи кусают Ну я не знаю, как мама так сильно забралась Когда? А перед тем, как я уехала к бабушке А почему ты мне об этом не сказала? А что бы изменилось? Ты бы опять меня на воду посадила, да? И кашу по выходным Два года родная мать мучает голодом свою дочь Режим жесточайшей экономии Введен ради поездок на дорогие курорты И поиск достойного жениха Девочка вынуждена весь год ходить в обносках И питаться кашей на воде ради этой безумной идеи Истец Сергей Полынцев подает иск о расторжении брака Ввиду аморальных увлечений супруги Ответчик Альбина Полынцева с иском не согласна И считает, что семью можно сохранить Слушается дело Полынцева Сергея Васильевича С исковыми требованиями о расторжении брака С Полынцевой Альбиной Федоровной Пожалуйста, истец, поясните суду причины расторжения брака Ваша честь, я прошу удовлетворить мой иск И расторгнуть наш брак с моей супругой Альбиной В связи с ее аморальным поведением Дело в том, что она законченная и закоренелая экземпляционистка Ерунду говоришь? Никакой ерунды я не говорю, Ваша честь Началось это все достаточно давно Мы в браке три года Два из них я мучаюсь То она, видите ли, на балкончик выскочит Забудет одеться, в одних трусиках выпрыгнет То она ночью свет включает в комнате яркие Раскрывает окна, никаких штор, ничего И там передевалочки устраивает себе А у нас дом напротив 150 метров Там чуть сок на нее не выпадают все эти жильцы Думаю, надо было тогда еще начать ее лечить Считаю, что она больна Но, увы, вот прозевал Не думал, что так близко окажется у нас это все И решил тут как-то на лето ее увезти Все-таки из города, чтобы, ну, чтобы поспокойней Как-то вот поспокойней Успокоилась она Увез в деревню Там не перед кем вот это вот все распахивать, никого пугать Увез в деревню Там одни бабушки, старушки, дедушки Вроде бы присмирела, вроде спокойно А тут, говорит, по грибы пойду Опята у нее, видите, уродились там В каких-то больших количествах очень Я думаю, знаю я эти ваши грибы И я вот так отпустил все-таки, конечно Но потихонечку пошел с соседней тропкой И посмотрел, что она делает Действительно, зашла в лес Набрала грибов Ничего не могу сказать Корзину набрала полную Все прекрасно Но из леса вышла Села на какой-то пригорчик Сняла с себя, значит, она Плащичек И ждет приближения людей Начали потихоньку собираться Деревенские-то Красавица моя сидит там Как только собрались, она давай там Майку вверх, штаны вниз Лифчиком размахивает И вот, пожалуйте, вам Тут не выдержал, конечно Ну что делать? Выскочил, всех разогнал На нее дождевик набросил И хворостиной домой погнал Что делать? Так что вот, прошу расторгнуть Наш брак Ну, истец, если я вас правильно поняла Вы-то сами считаете, что это заболевание Вашей супруги? Ну, вы знаете, я вроде бы с виду нормальный человек Все вроде бы нормально Ну вот, не знаю, то ли лечить, то ли уже устал Два года с этим бьюсь, но никак Хорошо, будьте добры, пожалуйста Свидетельство о заключении брака через судебного пристава Передайте, пожалуйста Итак, ответчик Истцом заявлены исковые требования у расторжения брака Скажите, пожалуйста, вы на расторжение брака согласны? Или вы возражаете против расторжения брака? Ваша честь, я с иском не согласна Я считаю, что семью можно сохранить А вот кто из нас больной, так это ты, Сережа, больной Это ж надо же, за мной по кустам крался Да не по кустам, я тебя поймал просто-напросто с поличным, получается С твоими этими размахиваниями всеми делами Размахиваниями, тоже насочинял тут целую историю Чего я насочинял? А кто там танцы-то устраивал эти все? Я-то думаю, что мы, блин, все за грибами не ездим Соседи уже бочонками грибы маринуют, а мы все никак Вот я и решила одна за грибами пойти А он следственный эксперимент устроил Я, значит, за грибами-то пошла, а народу много ходит По оборышам-то... У тебя есть перед кем там выступать, конечно, много народу ходит По оборышам полкорзинки-то и набрала Тут думаю, ну пойду домой, что делать-то, грибов маловато И напнулась на пенек, а он прям шубой усыпанный Ну я корзинку-то добрала, а там еще очень много их Я плащик с себя сняла, рукава с горловиной перевязала, туда насобирала Смотрю, еще куча целая Хорошо в плаще пакет оказался, я и пакет набрала еще грибов Ну думаю, все, домой пойду, сейчас присяду на пенек, да отдохну немножко и пойду А оказалось-то, на муравейник присела Ну сейчас начнутся муравейники А что? Что в штаны-то грибы не положила тогда? Истец, истец Истец Господи Муравейник, стриптиз какой-то устроил там Истец А они же как, давай кусать меня Я-то думала, сначала не поняла, в чем дело А они уж под одежду залезли Так я вскочила, давай с себя и кричать, руками размахивать, бить себя ладошками А они что, уже все кусаются, да зараза, так больно еще Вот я и давай с себя вещи скидывать А он вдруг откуда ни возьмись, Сережа появился из кустов, давай кричать тут Ну естественно, все же смотрят, как ты там раздеваешься, конечно А что у меня остается идет, моя жена перед теми там загаляется Муравейник все поискусали, вот тебе весь стриптиз Я думала, Грибников себе в свидетелей возьму, так он же как разорался, что все разбежались Поэтому, Ваша честь, я прошу пригласить своего свидетеля Всех своих зрителей хотела сюда позвать, да? Мало людей на тебя насмотрелось Которому я ходила на следующий день и вот у меня справка, что у меня укусы и все А ты стриптиз, стриптиз, ерунду тоже говоришь Ну если у вас есть справка, что вы на всякий случай, имея справку, решили подкрепиться свидетельскими показаниями Свидетелей взять, врач тоже, мужик там, она перед ним наверняка загалялась Простите, что такое еще, подождите, ответчик, что такое еще одного Ну вот она хотела же этих деревенских всех позвать сюда, слава богу, хоть они не приехали И пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика А что, истец, вы как бы справку опровергаете, вы считаете, что? Что эта справка не отражает действительность, что справка эта поддельная, что она получена обманным путем Вот вы можете сказать, вот есть справка Свидетеля-ответчика, пройдите Которая подтверждает наличие ответчика, некого дерматологического заболевания Здесь написано, так сказать, как надо лечить Вы ставите под сомнение эту справку, истец? Конечно, под сомнение ставлю Вы смотрите, что, дерматолога женщина не нашла, что ли? Что, к мужику-то опять пошла? Раздевалась там, перед ним встал Я еще в дерматолог буду ходить Где мужчина, где женщина, врач, он и есть врач Пожалуйста, свидетель, я вас слушаю Я врач-дерматолог Киреев Олег Викторович Истец Ко мне действительно обращалась за медицинской помощью Альбина Александровна В связи с многочисленными покусами насекомых А именно муравьев В ходе медицинского осмотра я установил, что у нее наблюдаются Многочисленные покусы муравьев и отечность кожного покрова В основном на ягодицах и на бедрах Ну, я так понимаю, что... Задницы покрутил перед врачом наверняка Истец, истец Ну, как же посмотрел бы врач-то, что у меня покусено Если истец, я так понимаю, не верит в справки Вот у меня есть копия медицинского заключения Здесь уже и результаты анализов и все Вот, после осмотра я назначил лечение больной Мази и антигистаминные препараты Ну, а для истца у меня есть мой коллега Я могу порекомендовать обратиться к моему коллеге Если он так уж не верит своей жене Что значит не верит жене? Ну, не знаю А что, я же все на моих глазах Да ты же на свои ряда Подождите, истец Вы сами когда-нибудь в муравейник попадали? Нет, не попадал Ну, попробуйте Интересно, зачем я буду в муравейник садиться? Ну, как, для того, чтобы... Поджидать кого-то, чтобы штаны с себя снять, что ли? Нет, ну, почему? Для того, чтобы понять, что испытывала ваша жена в этот момент Ждала она, ждала вот этих зрителей себе, ждала Ваша честь Я прошу вас отклонить наш развод Потому что я нашла семейного психолога Чтобы вот вылечил вот эту патологическую ревность Перед ним тоже будешь там показывать? Я женщину для тебя лично нашла, психолога Ну А то еще насочиняешь Женщину, психолога нашли, истец Пойдете? Истец, пойдете? Пойду Пойдете, хорошо Так, суд удаляется для принятия решения Суд оглашает решение, принятое по делу Суд, заслушав исковые требования истца Возражение ответчика по заявленным исковым требованиям Опросив свидетелей со стороны ответчика Рассмотрев все представленные документы Считает необходимым слушание дело отложить И назначает супругам срок для примирения на 3 месяца Суд откладывает слушание дела Назначает супругам срок для примирения на 3 месяца Поскольку ответчик на расторжение брака не согласен Если по истечению 3 месяцев супруги не примирятся Истец будет настаивать на расторжение брака То в соответствии с правилами части 2 статьи 22 Семейного кодекса РФ Брак между супругами будет расторгнут Истец и ответчик понят на решении суда? Понят, мы долго не терпели Суд благодарит свидетелей за участие в судебном заседании Дело закрыто Решение суда Назначить срок для примирения на 3 месяца Вы знаете, я, конечно, пойду к психологу Но пусть и моя супруга Альбина Со своим экземпляционизмом тоже подумает о своем поведении Все-таки мой муж оказался патологическим ревнивцем И я думаю, психолог нам поможет разобраться в этой проблеме Далее в программе Ну я не знаю, как мама так разобралась Когда он тебе это сказал? Когда? Когда? А перед тем, как я уехала к бабушке А почему ты мне об этом не сказала ничего? А что бы изменилось? Ты бы опять меня на воду посадила, да? И кашу по выходным? Два года родная мать мучает голодом свою дочь Режим жесточайшей экономии введен ради поездок на дорогие курорты И поиск достойного жениха Девочка вынуждена весь год ходить в обносках И питаться кашей на воде ради этой безумной идеи А теперь вернемся в зал суда Истец Марии Прохорова просит суд ограничить в родительских правах свою дочь в отношении ее несовершеннолетнего ребенка Ответчик Ирина Прохорова иск не признает и считает, что дает девочке достойное воспитание Слушается дело Прохоровой Марии Ивановны С исковыми требованиями об ограничении в родительских правах ответчика Прохоровой Ирины Николаевны Данные категории дел рассматриваются у нас с обязательным участием прокурора У нас прокурор присутствует в зале? Благодарю вас присаживайтесь, пожалуйста Я вас слушаю, истец Ваша честь, я прошу ограничить в родительских правах мою дочь Ирину Так как она довела свою дочку, 15-летнюю, до морального и физического истощения Дело в том, что раньше мы жили вместе все А потом я несколько лет назад оформила пенсию и уехала жить в деревню Оставила двухкомнатную квартиру в Москве дочке и внучке И вот уже 4 года, как ко мне дочка моя Ирина в деревню не приезжает Я в деревню сейчас живу И не привозит внучку И вот месяц назад ко мне приехала внучка Вы знаете, я ее не узнала Оборванная, исхудавшая Я не знаю, я ее не... Вы знаете, я не могла ее накормить Она только... Ну, день и ночь от холодильника не отходила Все, ела, ела, ела Ирочка, помолчи, пожалуйста, дай мне сказать слово Ирочка, Светочка мне рассказала, как они жили в это время в Москве с мамой Одевала она ее в такую одежду, в которую сейчас даже многодетные дети не ходят Представляете? Простите, пожалуйста, истец, как показывает практика многодетных семьях Дети одеты очень чистенько, аккуратно и прилично Ну, я просто так думала, потому что один единственный ребенок... Итак, посмотрите, посмотрите Вот эти туфли я покупала Ирине еще в застойные времена И это вот эти туфли одевает Светочка, моя внучка А вот, посмотрите, пальто, которое я покупала еще Тоже в застойные времена Ирочки Вот, она ее перешила Понимаете, весь класс смеется над моей внучкой, Светочкой Вы знаете, как Светочка сказала, что они едят? У них дома вообще нет еды Девочка питается в школьной столовой Это нормально? В выходные дни мама варит только кашу на воде А фрукты вообще ребенок не видит, понимаете? Один банан в четыре дня ребенку выдается Больше она вообще никаких фруктов не видит Скажите, пожалуйста, вы, когда заявляете исковые требования Об ограничении вашей дочери в родительских правах Вы понимаете, что это на практике означает? Ограничение только, я не хочу ее лишать Нет, 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 подождите Вот как это... это же не просто, да, будет... Чтобы влияние не было матери за ребенка Можно мне дальше продолжить? Может быть, действительно, ваша честь... Ну, я не знаю, поймут все Потому что я была в органах опеки Я была Вот, вы знаете... Они давно говорили Дело в том, что Светочка рассказывает, что третий год подряд Она вывозит, мама ее вывозит в западные страны Для того, чтобы найти богатого жениха Но там ее она одевает с иголочки Представляете? Это истец Красивая одежда Истец Драгоценный издет Истец, еще раз Я хочу, чтобы вы просто осознанно Потому что я боюсь, что вы не понимаете Я хочу, чтобы вы сейчас поняли Ограничение в родительских правах Это не означает, что ваша дочь не будет заниматься воспитанием ребенка Когда ее взяли, я говорю Нет Ограничение в родительских правах Это отобрание ребенка у родителей Отобрание, физическое отобрание И направление на попечение органов опеки и попечительство фактические направления в детский дом? Ваша честь, может быть, даже там лучше будет. Мам, ну что ты такое говоришь, а? Я просто боюсь, что ребёнок погибнет от истощения. Вот у меня вопрос. Пожалуйста, ответьте. Нет, можно дальше продолжить? Потому что Светочка мне очень много рассказала, представляете? Вот, они приезжают туда, в западные страны, для того, чтобы флиртовать с богатыми... Мам, ну что ты опять такое говоришь? С богатыми, отдыхающими. Мне Светочка всё рассказала, представляешь? Но это ещё не самое главное. Оказывается, сейчас в Москву приехал из Испании жених. Жених, представляете? И живёт он там. Истец, я с вами согласна. Отдадим ребёнка в детский дом. И девочка уехала. Истец, я с вами согласна. Отдадим ребёнка в детский дом. Я же не возражаю против того, что вы говорите. Я согласна. Ваша честь, можно уже я скажу? Да, пожалуйста. Мам, ну подожди, ну да я скажу. Дело в том, что я не закончила. Дело в том, что этот испанец живёт, но не собирается уехать. Истец, я же вам сказала, я согласна. Отдаём ребёнка в детский дом. Ставим точку. Дайте возможность ответчику высказаться. Пожалуйста. Мама, наверное, забыла, что я, в общем-то, Свету воспитала одна. Я мать-одиночка. Поэтому я для дочери готова сделать всё, понимаете? Вот всё, буквально я живу ради неё. Да, я действительно, есть у меня такая мечта девочку отдать замуж за границу. Есть. Потому что я преподаю в школе, я учитель английского языка. Я вижу, кто у меня учится, понимаете? Дети, которые у меня учатся. Ничего хорошего я там не вижу. И никакой перспективы для своей девочки я не вижу. Отвечка, вы знаете, я только могу посочувствовать вашим ученикам. Потому что так пренебрежительно относиться к детям, к воспитаниям и обучениям которых вы находитесь. Ну, к сожалению, понимаете... Давайте о вашем ребёнке, не будем об учениках. Три года назад я стала девочку вывозить на Канары. Показать ей другую жизнь, чтобы она изучала язык. Девочка в совершенстве знает у меня три языка. Чтобы как-то вообще... Ну, всё, понимаете, всё другое увидела. Мы живём там шикарно, в пятизвёздочных отелях. И девочка там одевается в лучшие бренды мировые, понимаете? И вот, как бы, вот инвестиция в её будущее. То есть вот эти драгоценности все принадлежат Свете. То есть, как бы, я не могу сказать, что прям девочка нищенка моя. И то, что там что-то сейчас у неё нет, всё у неё будет. И меня тут выставляют таким монстром, который там... Когда будет? Что я там, она у меня голодает. Когда ребёнка не будет. И, понимаете, просто... От голодоллеров. Я девочке дала хорошее образование. Девочка прилично может себя вести в обществе. Отвечка. И я вместе с ней готова есть эту лебеду с утра до ночи. Отвечек, отвечек. Ну, во-первых, спросили ли вы ребёнка, хочет ли она этого. А во-вторых... Ну, что она сейчас может хотеть? Ну, что ей 15 лет, она ещё мало что... Нет, ну, простите меня, ну... Да, она сейчас хочет сидеть во дворе, понимаете? И там, я вижу у своей ученики, что они хотят делать во дворах. А во-вторых, вы знаете, как показывает практика, вы сейчас удачно выдадите её замуж, и вас там никто ждать не будет. Так, суду необходимо в качестве третьего лица просить представителей органов опеки и попечительства. Прошу пригласить в зал представителей органов опеки и попечительства вместе несовершеннолетней Прохоровой Светланы Дмитриевны в качестве заинтересованного лица, в отношении которого может быть принято решение. Представитель органов опеки, пройдите. Здравствуйте, Ваша честь. Вот к нам обратилась Прохорова Мария Ивановна с заявлением о том, что она хотела бы стать опекуном своей внучки Светланы. Мы ей объяснили, что для того, чтобы стать опекуном девочке, у которой есть мама, надо, ну как, маму-то, либо лишать родительских прав, либо ограничить её в родительских правах. Мы всё объяснили Марии Ивановне, что как только будет принято решение, если будет принято решение о том, что девочка, мама лишена родительских прав или ограничена, то девочку придётся в детский дом поместить. На что нам Мария Ивановна сказала, что она будет ночевать и дневать около этого детского дома, но она добьётся того, чтобы девочку отдали ей под опеку, внучку. Ну, мы обследовали условия жизни у Марии Ивановны и у её дочери Ирины Николаевны. Во-первых, квартира, в которой они живут, она вообще говоря сейчас принадлежит Ирине Николаевне, но Мария Ивановна там зарегистрирована осталась. То есть её пенсия, это московская пенсия, хотя она живёт в деревне. В деревне, там отдали родственницы домик у вас, по-моему. Домик двухкомнатный, плюс там кухня и плюс терраса такая. Мы не говорим об опекунстве, не предмет рассмотрения. Нет, просто в каких условиях сейчас живёт девочка? У девочки там своя комната, сейчас. Вот сейчас это как бы незаконно считается, что она живёт у своей бабушки. У мамы двухкомнатная квартира, в которой 10 лет уже, наверное, не было ремонта. Ну, это бог с ним, 10 лет это не важно. Важно, что в тот момент, когда мы пришли туда с обследованием, холодильник был выключен. В холодильнике держать нечего, и как иногда говорят, там мышь повесилась. Там ничего нет. Мы спросили у Ирины Николаевны, а чем вообще питается Светлана? Вот она же пришла с жалобой, она пришла вместе с бабушкой, что мама её морит голодом. Она сказала, ну, она кушает в школе. Там прекрасные завтраки, прекрасные обеды. Я сама там работаю, сама питаюсь. И никто ещё не умер от этих обедов. Да, но ужина, она, девочка лишена, потому что у мамы нет денег на то, чтобы готовить ей ужин. А в выходные дни, когда школа у нас закрыт, субботы... А каши она кушает на воде, кашу на воде. Вода, соль и крупа. Причём крупа какая? Пшённая, ну, самая лишённая. Диетическая пища, да? Да, самая здоровая пища. Хорошо, а когда у вас, девочка, есть мясо в школе, а когда девочка у вас есть фрукты, яйца, молоко, это всё в школе. У девочки, вот по заключению наших врачей, уже начинается гастрит. Очень хорошо. У кого его сейчас нет гастрита? Девочка, вот пока она не приехала к бабушке, весила меньше, чем полагается при её росте и для её возраста. Или откормила. Ну, что можно сказать? Вообще говоря, вот такое отношение. Мама нам объяснила, почему она экономит. Для своей зарплаты 48 тысяч. Зарплата нормальная для двоих. И почему она так, в общем-то, экономит? Вот почему она фактически морит голодом девочку. Она говорит, что она вот собирается её выдать замуж, а чтобы выдать замуж за иностранца, нужна хорошая одежда. Она нам показала шкаф, в котором действительно висит соболь и накидка, палантин соболей. Прекрасные обуви, прекрасная одежда. И показала драгоценности. А вот в таком ходит ребёнок? Подождите. Но всё дело в том, что у нас вот такое опасение, что прежде чем девочка выйдет замуж, ей сейчас 15 лет, она просто-напросто приобретёт кучу болезней от того, что у неё вот такое вот состояние. И что, да кому она нужна быть больна это? И никакие палантины соболи её не спасут. Но это и это ещё не всё. В этой квартире, в комнате девочки, живёт молодой человек, испанец, не говорящий по-русски. Мы пытались с ним поговорить, что он вообще тут, кто он такой, он там не зарегистрирован. Ну, нам вот пояснили, что это вот гость Ирины Николаевны. Ну, а всё остальное, что вообще испанец из себя представляет, об этом расскажет Светлана. В общем, мы считаем, что если маму ограничат суд в родительских правах, а это вообще варварство так обращаться с дочерью. Через судебного пристава передайте заключение, пожалуйста. Да, мы считаем, что если её ограничат, то бабушка вполне может быть опекуном. Пожалуйста, Светлана Змитриевна, я вас слушаю. Пожалуйста, прошу вас. Я для ребёнка всё сделаю. Истец, истец, пожалуйста. Пожалуйста, я не могу так больше жить. Мы целый год живём в проголожье, чтобы каких-то две недели ходить в шикарных платьях, ездить на лимузинах или эти креветки, которые у меня уже вот тут сидят. Я не могу их больше жить. Я хочу нормальную жизнь. Хочу, как все ребята, иметь телефон хотя бы, компьютер куда уже... Или одежду. Нет, ну будешь всё иметь. Когда? Временная экономия. Какая экономия? Ну, чуть-чуть потери. Три года экономия, да? Три года в проголожье жить, это ты считаешь экономией? А что такое три года? Ради этих двух недель несчастных. Я так не могу. Я не хочу быть как этот Энрико. Да не двух недель, а будущего твоего. Не двух недель, а вообще твоего будущего, дальнейшего. Какого будущего? Этот Энрико. Мы, значит, познакомились с ним, когда в последний раз ездили на Канару, и он, значит, там за нами. Ухаживал, цветы каждый день носил, а потом мама его пригласила. Он приехал, значит, денег у него не гроша. Да, но даритель испанского языка. У него не гроша денег не было. И он поселился у нас, мы его должны были кормить, развлекать. Ну, потом он поселился в моей комнате, а я к маме переехала. А он мне потом по секрету рассказал, что, оказывается, он целый год копит, чтобы на неделю приехать на какие-нибудь шикарные, на шикарный отель приехать, и познакомиться с новыми русскими. С богатой невестой. Да, и вот, и в итоге он познакомился с нами. Ну, я не знаю, как мама там забралась. Когда он тебе это сказал? Когда? Когда перед тем, как я уехала к бабушке. А почему ты мне об этом не сказала ничего? А что бы изменилось? Ты бы опять меня на воду посадила, да, и кашу по выходным? И я уехала к бабушке. Я не могу так больше жить. Ну, не очень богатый оказался жених. Для меня это новость. Свет, почему ты мне об этом не сказала? Отвечка, Отвечка, а что изменится-то сейчас, скажи? Многое что изменилось бы. Ну, что изменилось бы, скажите, вы сейчас вернётесь выставить его за дверь или через день? Конечно, выставлю. Что, он оказался без денег? Выставишь бы меня замуж выдать? Вот так и будет каждый раз. Вы ловите их, а они ловят вас. Так, понятно позиции сторон. Суд удаляет, если я принятие решения. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования СА, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив в качестве третьего лица представителей органов опеки и попечительства и прообщив их заключение к материалам дела, опросив также несовершеннолетнее заинтересованное лицо, в отношении которого может быть принято решение, проведя процесс с участием прокурора, заявленные исковые требования суд удовлетворяет и выносит решение об ограничении ответчицы в родительских правах. Суд также принимает решение об отобрании несовершеннолетней дочери у ответчицы и о передаче ее на попечение органов опеки и попечительства. Суд удовлетворяет заявленные исковые требования, потому что вследствие поведения матери оставление дочери стало с ней опасно как для физического, так и душевного состояния девочки. Основываясь на своем представлении о жизненных ценностях и стремях их достичь, мать фактически лишила дочь нормальных условий повседневной жизни. Отсутствие полноценного питания отражается на состоянии здоровья девочки. Ребенок не имеет необходимой комфортной и удобной одежды для ее возраста, не имеет необходимого ей компьютера и сотового телефона, отчего испытывает большой психологический дискомфорт. В квартире отсутствуют необходимые приборы бытовой техники, как отмечено в заключении, которое представили органы опеки и попечительства. Таким образом, оставление девочки с матерью опасно для нее, поэтому суд принимает решение об отобрании ее у матери и о передаче ее на попечение органов опеки и попечитель, который займется устройством девочки, в том числе и будет решать о назначении в отношении девочки опекуна. Суд хотел бы обратиться к ответчику, что в том случае, если вы сможете изменить свое отношение к методам воспитания и к определенным ценностям социальным, наверное, которые вы могли бы нормально разъяснять своей дочери, в том случае, если вы сможете создать нормальные условия для повседневной жизни, то если этого не случится, то тогда органы опеки и попечительства 6 месяцев истекут, потому что суд выносит решение об ограничении вас на 6 месяцев. А в том случае, если это произойдет, то есть не произойдет какого-то вашего определенного изменения в вашем поведении, органы опеки и попечительства будут иметь право ставить вопрос о лишении вас родительских прав. О, Боже. Ирочка, все от тебя зависит. Естественно, ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Исковые требования удовлетворить. Я забочусь только о своей внучке. Будем получать алименты, и моя девочка ни в чем не будет нуждаться. Будем жить в деревне на свежем воздухе. Я думаю, что через месяц моя света сбежит из этой деревни. Но как бы ни было поздно, а то еще и в подоле принесет. Продолжение следует...